Сегодня с самого утра Рязань погрузилась в воспоминания. Госавтоинспекция в свой профессиональный праздник вывела на улицы города целую колонну своей ретротехники. В Веренице более 14 авто, включая мотоциклы. Раритеты пожарной охраны и медслужбы. Большая часть парада вполне себе боевые машины, только из разных эпох. Сейчас, конечно, это экспонаты музеев и коллекции авто. Но, как говорят специалисты, еще ого-го. В данный момент представлено сколько мотоциклов? Днепр, Ямаха, БМВ 1939-й довоенный год. Он соответствует форме 1936 года. Одиночка ГАИ и самый распространенный, который в СССР был, это Урал с коляской. Все они имеют отличительные особенности, эти мотоциклы. Но самая главная отличительная особенность слева направо – это Днепр, у которого было всего изготовлено 22 единицы. Сергей Волков по специальности историк. В его коллекции полтора десятка ретро-мотоциклов, которые он восстановил лично. Говорит, что любовь к технике ему привили еще в детстве, со школьных годов. Оттуда же и страсть к реставрации мототехники. В моей школе родной, которой я 10 лет отучился, 47-й, были и уроки и вождения водительского. И авторемонтный завод практика была у пацанов два года, где мы наравне с рабочими работали. Но отсюда все дальше пошло. То есть, какая-то любовь к технике привели, да, ну и, соответственно, так у большинства. Это третий подряд фестиваль, к каждому году он растет. В этом году у нас общий девиз 03-02-01 «Поехали». Это значит, что у нас представлена скорая, пожарная охрана и милиция ГАИ. Парад техники ГАИ приурочен к дате – 86-летию образования ведомства. Сейчас интенсивность движения на порядок выше, даже поздней советской эпохи. Машин все больше. Задачи инспекторов теперь стали шире. В этом году госавтоинспекция празднует 86-летие со дня ее образования. От 3 июля мы ежегодно отмечаем этот праздник. И, конечно, сегодня мы в третий раз подряд смогли собрать свой выставку, парад ретро-техники, госавтоинспекции и других экстренных служб. Сегодня к нам приехали транспортные средства не только из Рязанской области, но мы пригласили друзей и из Москвы, и из Московской области. Все они приехали со своими уникальными раритетными автомобилями, которые предоставляют различные службы. Сотрудников госавтоинспекции поздравил начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор Владимир Алай. Инспекторам ГИБДД вручили награды, грамоты и благодарственные письма. После завершения автопробега ретро-экземпляры разъедутся по своим гаражам. А их владельцы уверены, что не навсегда. Машины еще не раз проедут не только по улицам Рязани, но и другим городам. Конечно же, при должном за ними уходе. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».